Обстоятельный разговор прошел в Брестском горосполкоме на темы, которые важны для всех нас. Развитие города в 2022 году, что принесло успех, а на чем серьезно нужно будет работать. Город, как и вся страна, все 365 дней. 2022-го работал в условиях санкционного давления, потому ряд объективных причин снижения показателей социально-экономического развития, несомненно, есть. Но искать оправдания не есть правильно. Необходимо находить пути выхода из сложных ситуаций. Мы сегодня должны обсудить пути, которые нам позволят определить резервы для выхода на более эффективную работу и обеспечить заданные параметры. Ситуация, сложившаяся в начале 2022 года, внесла кардинальные изменения в условиях хозяйственной деятельности всех сфер. Это не пересмотрь логистические связи и замена сырьевых позиций. Но мы должны понимать, что Брест, как и другие регионы, области, да и страны целы, все это работают в таких же условиях и сложившихся в системе координат. Поэтому оценивать ситуацию и вырабатывать в пути решения постальных задач необходимо не в оправдательном плане, а в сравнительном аспекте с другими регионами и субъектами хозяйств. Управленцы, хозяйственники областного центра не сидели на месте, искались новые рынки сбыта. Разрабатывалась новая логистика, не все и не сразу получалось, а потому из девяти доведенных прогнозных показателей было выполнено четыре позиции. Выполнены тент роста заработной платы – 113,1%, рост доходов в бюджет – 118%, тент экспорта товара и вход жилья. Савушкин продукт, Брестский мясокомбинат, Санта-Брэм, Аргифест, Брестэнерго по-прежнему лидируют в части наполнения бюджета. Это предприятия-флагманы. Чего не скажешь о других. Немало вопросов высказывалось в адрес управленцев Брестского пива, комбината строительных материалов, ковров Бреста. Есть претензии к строительной отрасли. Санкционная политика создала немало проблем и мебельщикам. Обсуждались и другие вопросы. Своё видение о разрешении ситуации высказал и руководитель Брещины Юрий Шулейко. Самое объективно, чтобы удалось сделать и за прошлый, и за прошлый, и другие годы. Но сказать, что, ну, я хочу сказать и хорошую часть, что сегодня Брестская область в стране первая коврова за 22-й год. И в момент с физическим объемом на вторые. Это урагонство. Это ваша работа в том числе, потому что здесь появится 51% промышленного производства. У нас всё есть абсолютно. И сегодня страна максимально принимает все превентивные меры для того, чтобы в этом всё сохранялось. Любите свой город. Любите людей. У нас много дел перед этим. Надо мир сохранять. Нариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.